Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Каковы преимущества муниципальных управляющих компаний? Как контролируется их деятельность? Об этом будем говорить сегодня в нашей студии руководитель департамента ЖКХ «Самары» Юрий Козельский. Ваши вопросы, а также замечания по работе управляющих компаний озвучиваете по телефону 202-11-22. Звоните. Здравствуйте, Юрий Иванович. Здравствуйте. Прошло лицензирование управляющих компаний. Скажите, пожалуйста, какие выводы можно сделать из этой компании большой? Ну, лицензирование на начало лицензирования у нас по городскому кругу «Самара» проходило 67 управляющих компаний. В результате проведенного лицензирования на рынке появилось общее число 104 управляющих компаний. То есть получается, что в результате лицензирования появились новые компании? В результате лицензирования их количество увеличилось. Но тем самым 10 управляющих компаний лицензирования не прошли. То есть при проведении комиссии данной получили отказ. По результатам этих 10 компаний общее число жилых домов, обслуживающими эти 10 компаний, составило 4397 жилых домов. На сегодняшний день, которые распределяются по компаниям, которые прошли лицензирование. А остались ли те дома, которые остались без управляющих компаний в результате лицензирования? Вот 10 не получили лицензии. И что происходит с теми собственниками, которые были? Ну, по жилищному кодексу непосредственно, значит, дома не могут остаться без управляющих компаний. То есть старая управляющая компания, которая не прошла лицензирование, она обязана вести эти дома до того момента. То есть обслуживать и управлять этими домами, пока жители не используют свое право с общим собранием дома, не выберут себе и не изберут другую какую управляющую компанию. Или муниципалитет, если жители не могут выбрать для себя определить управляющую компанию, муниципалитет проводит конкурс. На основании этого конкурса заходит та компания, которая, значит, ну, скажем так, дала свои наиболее, значит, качественные гарантии, значит, по обслуживанию этого фонда. А можно, много вопросов возникает, вот с компанией ВАСКО, например, получила она лицензию, не получила? Собственники задают такие вопросы. Да, по компании ВАСКО на первом этапе данная компания непосредственно она не получила лицензию, то есть ей отказали в лицензировании, но в результате повторного, значит, рассмотрения данного вопроса, то есть согласно закону там определенные, есть выполнение мероприятий, значит, для подачи, значит, заявки и лицензирования, ВАСКО повторно получила такую лицензию, но уже без жилых домов. То есть данная компания может участвовать в управлении жилых домов, но при условии проведения дополнительно с этими домами, значит, собраний непосредственно или участвовать в конкурсах, которые проводит департамент управления имуществом городского округа Самара. Понятно. Скажите, пожалуйста, в каком случае и при каких обстоятельствах создается муниципальная управляющая компания? Вот что для этого должно случиться, чтобы вот образовались новые муниципальные управляющие компании? Ну, муниципальные управляющие компании в свое время, значит, в конце, скажем так, 2008 года, мы знаем, значит, мы, исходя из закона, мы стремились, чтобы управляли непосредственно, значит, чтобы участвовать в ФЗ-185, управляли жилыми домами не менее 80% частных компаний, да. Результат был, скажем так, для муниципальных компаний, ну, скажем так, плачевный, значит, и после, значит, прохождения непосредственно, значит, и практики по частным компаниям, значит, было принято решение, в том числе и губернаторам, значит, включить в работу непосредственно муниципальные компании. Для этого мы провели работу по созданию таких муниципальных компаний, у нас их на сегодняшний день три. Мы провели обучение сотрудников данных компаний муниципальных, получили лицензии также на уровне, как и частные компании, которые на сегодняшний день вступают в этот рынок и будут участвовать в эксплуатации жилого фонда. Это плюсы муниципального предприятия, это, как бы, муниципалитет может в любой момент вмешаться, если там, значит, принять решение по кадровому составу, если не справляется, да. Ну, конечно, и есть вопросы, когда требуется участие и в финансовых вопросах по муниципальному предприятию. Но контроля за компанией управляющей будет больше со стороны администрации и департаментов. Контроля будет больше и влияние муниципалитета на муниципальную компанию, конечно, будет больше, значит, муниципалитет будет участвовать в управлении непосредственно, значит... Ну, и вообще, чем больше компаний на рынке, да, тем выше конкуренция и уровень, по идее, должен повыситься. Вот задам, может быть, какой-то провокационный вопрос. Что тогда произошло с компанией «Коммунальник»? Это тоже муниципальная компания, но которая, вот, к сожалению, как-то вот даже не получила лицензию, по-моему, да она? «Коммунальник» компания не участвовал в лицензировании, потому что по ряду причин данная компания находится на сегодняшний день, скажем так, под наблюдением банкротства. И, в принципе, она не может участвовать в лицензировании по вопросам, непосредственно, значит, связанным с банкротством. Но оно завершит свое существование, в любом случае. Оно завершит свое существование, поэтому, значит, на сегодняшний день жители 70 домов по Ленинскому району, которые не определились с управляющей компанией. Что им делать? До первого числа, которые не определились, они будут, значит, участвовать в конкурсе, непосредственно документы подготовлены, и конкурсом будет определена управляющая компания, которая будет управлять этими домами. То есть не выбор жителей, а уже на основании... Если жители не приняли для себя решение, они выбирают ту или иную управляющую компанию. Если жители не избрали иной способ управления, например, ТСЖ, а некоторые жилые дома, значит, этим правом пользуются и выбирают для себя способ управления ТСЖ. Если жители, у которых менее 30 квартир не избрали для себя способ управления, непосредственно управления, тогда муниципалитет принимает решение и обязан провести конкурс по выбору управляющей компании. К нам поступают первые вопросы от телезрителей. Напомню, телефон 202-11-22. Звоните, еще есть время. Новостройка расположена рядом с нами. Подвалы, относящиеся к этому дому, не огорожены и не закрыты. И если произойдет несчастный случай, например, человек упадет туда, то кто будет нести ответственность? Кому обращаться по этому вопросу? Андрей оставил свой сотовый телефон. Ну, пожалуйста, мы, если сотовый телефон оставили, мы созвонимся с вами. Если адрес не указали, мы разберемся с этим вопросом. А вообще это вот ГЖИ или ГАТИ? Нет, если недостроено, это, конечно, в первую очередь это районная администрация, архитектура непосредственно и административная комиссия, которая находится в районе. Если не огорожена территория, если не огорожена стройплощадка, то есть первое действие это административная комиссия, которая выходит на место и принимает решения по собственнику данной площадки. Скажите, а у муниципальных компаний будут какие-то социальные функции или это будет тоже такое коммерческое предприятие, коммерческая организация? Знаете, почему спрашиваю? Потому что вот есть такие дома, за которые просто никто не берется. Аварийное, ветхое жилье. И вот не каждая управляющая компания, частная тем более, решится взять вот этот фонд и начинает заниматься, и не получается, собственно говоря, прибыли большой от этого. Ну, муниципальное предприятие это не социальная какая-то направленность, значит, по обеспечению непосредственно тех или иных вопросов социальных, да? То есть это такое же коммерческое предприятие, только оно муниципальное. Понятно, что есть моменты, и мы с ними встречались, когда дома шестой-седьмой категории, значит, дома ветхие, дома аварийные, которые непривлекательные для бизнеса, да? Значит, и бизнес, конечно, выбирает как можно больше лучших, значит, больших домов, более новей, которые, то есть недавно построены. А дома, которые двухэтажные, которые, ну, скажем так, ветхие, они уже менее привлекательны, и там наибольший риск получить тех же 15% штрафных санкций от общей площади для того, чтобы лишить эту лицензию. Поэтому бизнес, конечно, сейчас старается, значит, идти, значит, и работать с населением непосредственно, значит, по новым, ну, новым или более-менее, скажем так, неветхим. А вот муниципальная компания, конечно, значит, мы будем подхватывать в первую очередь те дома, которые шестой-седьмой категории. Мы понимаем, что это наиболее рискованное направление, мы понимаем, что, скажем так, там необходимо будет более вкладываться непосредственно в том числе и муниципалитетов. Все-таки социальная ответственность есть. Но, конечно, будем смотреть и оказание какой-то помощи. Да, мы рассматриваем вопрос по управляющим компаниям, которые формируются, допустим, на лоты через конкурс. Конечно, формировать будем лоты, которые будем выставлять непосредственно на конкурсы. Там будут и привлекательные дома, и наиболее ветхие. Это для компаний, которые частные, скажем так, условия, такое поставил глава администрации города, и мы его сейчас формируем непосредственно. Вот вы сказали про три муниципальные компании, которые только что образовались. А когда они начнут работать? Когда они начнут набирать свой жилой фонд и действовать? Как все это будет происходить? Ну, на сегодняшний день у нас компания, первая, которая муниципальная получила 10 апреля лицензию, уже приступила к таким работам. Это по Самарскому району. У нас 297 домов, которые были более 50% неприватизированного жилья. Там собрание невозможно провести, там только через конкурс. Значит, эта компания приступила уже с 1 июня. 21, то есть завтра, значит, проходит конкурс также по Самарскому району. Это 1029 домов, которые, значит, идут. И пока на сегодняшний день проверяли, значит, непосредственно размещение на сайте, никто не заявился, кроме нашей муниципальной управляющей компании «Жилосервис». Понятно, что заходить на рынок, начинать бизнес на сегодняшний день очень тяжело без поддержки. И поэтому в феврале месяце было принято решение, и Дума согласовала, значит, глава администрации принял решение, значит, закупить технику. Выделено 50 миллионов рублей. И мы для своих муниципальных компаний, для трех, закупаем спецтехнику, это экскаваторы, тракторы для уборки прилегающей территории, а также механизмы, которые, значит, служат для очистки кровли, значит, в зимний период времени и также для ремонта. Да, ну получается, что есть преимущество у муниципальных компаний, и когда делают люди выбор, собственники жилья, они могут на это ориентироваться. На то, что есть база, техническая техника. Выбор надо делать, в первую очередь смотреть, есть ли в этой компании, в той или иной другой. Не страшно, когда управляющая компания, скажем так, выходит на рынок, если вы узнали, что у нее есть техника в достаточном количестве, если есть финансы, если компания занимается еще дополнительными какими-то услугами, допустим, участвует в строительстве. То есть есть, скажем так, гарантии, что данная компания будет неплохо эксплуатировать жилой фонд. То есть, это как бы определенный бизнес, который, если в одном месте не получается, можно как-то поддержать какое-то дополнительное направление. На сегодняшний день многие компании, я еще раз повторю, может быть, на сегодняшний день компании, которые прошли лицензирование, 48 компаний, это те компании, которые без домов. То есть, дополнительно мы получили 48 компаний, но без домов. По условиям, скажем так, лицензирования, оснащенность тех или иных компаний не требовалась. Но сейчас, когда с жителями проводится собрание по выбору той или иной компании, да, они обязательно надо спрашивать непосредственно у собственников этой компании, чем они обеспечены. А подтверждающий документ спрашивать, чтобы это было действительно важно, что компания на ногах стоит и хорошо будет обслуживать. Да, это дело серьезное, выбор управляющей компанией. Я хотела бы предложить и вам, и нашим телезрителям посмотреть опрос, который мы провели среди горожан, который высказывает свое мнение в пользу или, может быть, наоборот, если управляющая компания будет муниципальной. Давайте посмотрим. Я думаю, это к лучшему, к лучшему, потому что все должно решаться на более высоком уровне. Относимся нормально, пусть только хорошо обслуживают. Вот дом, видите, какой? Вот, окна грязные, все грязное. Вот если будут они нас обслуживать хорошо, все будет чисто. Ну, вот, насколько я понимаю, если это будет опять государственным, то хуже и не будет. Муниципальные предприятия имеют больше контроль, чем проконтролируют частные предприятия. Поэтому поживем, увидим. Пока коммунальное хозяйство оставляет желать лучшего. Вообще, частными не очень довольны. Государственная компания, структура, она будет, ну, более законопослушна, что ли. Это будет уже более-менее как-то фиксировано, все эти ставки, а не будет вот этих вот разбросов, дополнительных каких-то непонятных скрытых услуг и тому подобное. Я считаю, что это как-то более, может быть, будет открыто. Мне кажется, будет улучшение. Ну, не знаю, у нас сейчас вот коммунальник разорился, нашего Ленинского района, и компания вот поменялась. Причем за год уже второй раз поменялась. Я думаю, что всегда это хорошее нововведение, чтобы больше, как бы, контроль повышался. Все зависит, наверное, от того, кто руководит компанией. Скажите, пожалуйста, Юрий Иванович, а у города есть какой-то свой интерес, что вот чем больше будет муниципальных управляющих компаний, тем городу лучше? Или нет? Или это лишняя обуза и ответственность? Конечно, это ответственность, большая ответственность у города, но также это же дополнительные и расходы на содержание данной компании, хоть она и коммерческая, она должна, скажем так, зарабатывать, сама компания должна зарабатывать на свое существование. Но, тем не менее, как бы, три компании создали, мы сейчас проработаем определенное время, я так думаю, около года, чтобы полный цикл проработать, и уже будут делаться выводы, как нам дальше вести себя. Конечно, можно, предложения были и в каждом районе по муниципальной компании, но это определенные затраты, это надо приобретать технику, это надо, скажем так, вставать и сопровождать данную компанию, пока она не наработает свой багаж. Ведь мы сегодня видим о том, что те компании сейчас, которые заходят, практически, значит, оно не может выполнять какие-то задачи, пока у нее не появится доходная часть, а доходная часть, это зависит от домов. То есть, компания получила дома, первые платежи пошли от населения, тогда компания начинает работать уже на этом обороте денежном, значит, зарабатывать, выполнять свои задачи, поставленные задачи населением. То есть, это определенные сложности, компания должна быть уже сформирована со своим определенным финансовым багажом, который, значит, вольется и будет безболезненно уже стартовать и работать. Я продолжу задавать вопросы от телезрителей, звоните еще, задавайте вопросы, еще есть время. Зинаида Кузьминишина, вопрос по оплате за капитальный ремонт, как нам его оплачивать? У нас ПЖРТ, промышленное, 8-й микрорайон, куда наши деньги идут? Кто-то оплачивает, а кто-то нет. Я живу 1972 года в доме, два раза был косметический ремонт, а сейчас где кого искать, если крыша будет протекать, из кого спрашивать, непонятно. Вот целый комплекс вопросов и капитальный, и косметический. Понятно. Ну, косметический ремонт, это управляющая компания, которая у вас существует, значит, косметический ремонт. Вы выбираете сами виды работ и периодичность ремонта непосредственно, значит, того подъезда или другого. То есть вы на общем собрании, когда в марте месяце управляющая компания перед вами отчитывается, вы должны заслушать отчет, сделать выводы и заказать управляющей компании работы, которые обязаны выполнить управляющая компания, значит, в течение, значит, следующего года. Если этот протокол им не предоставить, значит, то, в принципе, ждать, что они именно сделают, значит, ну, будет очень сложно. То есть надо услугу заказать, а потом требовать ее исполнения. Причем они должны вам рассчитать финансовую составляющую, сколько посметной стоимости это будет стоить, значит, и, значит, также на общем собрании, значит, принять решение. Если им не будет хватать средств на выполнение данной задачи, то есть вы должны, значит, откорректировать эти вопросы. Жилищные услуги, жилищные услуги непосредственно, значит, регулируются населением непосредственно. Это коммунальные услуги, они регулируются непосредственно Министерством энергетики ЖКХ Самарской области. А вот жилищные услуги мы должны определять на общих собраниях в жилом доме. А по капитальному ремонту ситуация, кто-то платит, кто-то нет. По капитальному ремонту советую, значит, у нас региональный оператор работает, много домов уже проводят работы, значит, по многим домам. То есть тот, кто не оплачивает, значит, есть все основания, значит, в судебном порядке региональным операторам, значит, ну, изъять эту сумму, значит, от собственника. Ну, и, тем не менее, значит, есть, допустим, 50% оплачивают, 50% нет. Получается, что те, которые оплачивают, они будут еще ремонтировать за свой счет, ремонтировать еще тех, которые не оплачивают. Но это неправильно. Закон есть, его надо исполнять, значит, он для всех един. Следующий вопрос Татьяна Леонидовна задает. Вот Красноармейская, 62, у нас старый дом, был МП-коммунальник, обанкротился. Нам теперь предлагают ООО-коммунальник. Но мы хотим в муниципальную организацию. Как нам выйти на эту муниципальную организацию? Вам надо обратиться в районную администрацию, которая подаст заявку, если вы не определились с ООО-компаниями. Значит, подать заявку, и администрация района подаст непосредственно документы на проведение конкурса по вашему дому. Через районную администрацию. Следующий вопрос Елизавета Дмитриевна. У нас была управляющая компания ВАСКО. Теперь мы пока не выбрали компанию. Улица Старый Загор, 224. Нет ступенек около подъезда. Никто на это внимание не обращает. И мы не знаем, когда нам эти ступеньки и кто сделает. Вот, да, была компания, ушла компания. Теперь люди в растерянности. Кто будет? Действительно, когда нет ступенек, это же страшно, да? Можно травмироваться и так далее. Но сначала надо непосредственно, кто у вас председатель Совета Дома, обратиться к нему, собрать собрание и принять решение, кто у вас, значит, кого вы выбираете управлять вашим домом. Если вы выбрали управляющую компанию, естественно, с ней надо будет решать. Если вы на сегодняшний день до сих пор не выбрали управляющую компанию, то мы готовы рассмотреть вопрос по выбору вам непосредственно через конкурс. Но по Кировскому району на сегодняшний день я могу сказать, что по Кировскому району еще остаются 358 домов, которые уходят по конкурсу. И в ближайшее время, до 15 августа, данный конкурс пройдет непосредственно и отбор данных будет по вашим домам. Следующий вопрос, Лидия Андриановна, Ташкентская, 118. Как у нас по закону ставятся счетчики на воду? Мы поставили счетчики, уже год стоят. Нам их поставили вдоль, а не поперек. Мне их не опломбируют. Что теперь делать? Я же заплатила такие деньги. Ну здесь, кто у вас управляющая компания, надо пригласить. Если у вас что-то не получается, я посоветую, обратитесь в департамент жилищно-коммунального хозяйства, коммунистическая 17А, с заявлением. Мы этот вопрос рассмотрим, я думаю, решим. Вообще у собственников жилья есть право отказаться от управляющей компании, выбрать новую. А вот в переходный период, что делать, на что обращать внимание, что должны знать люди просто, вот если они от одной отказываются, другую пока выбирают, вот будут, считаем, приходить, платить им. Пока не зашла новая управляющая компания, обязанности, согласно федерального закона 176, это изменения в жилищный кодекс прошли 29 июня. Президент подписал изменения в жилищный кодекс, старая управляющая компания обязана исполнять весь комплекс услуг по жилому дому, пока жители не определятся и не придет новая управляющая компания. А вообще, вот этот список всех управляющих компаний в городе, вы сказали 114 теперь, да? 104. 104, да, извините. Как определиться, вот какую выбрать? Его где-то можно найти, узнать какие-то характеристики этой компании? Вот как это сделать правильно? Вот советы, наверное, председателя? Найти можно на сайте департамента ЖКХ, значит, можно найти на сайте непосредственно городской администрации. Все эти компании размещены, значит, на сайтах. Можете ознакомиться, зайти. Ну, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, чтобы сделать резюме нашего эфира. Предлагаю посмотреть сюжет, в котором идет речь как раз о совещании, где обсуждались проблемы муниципальных компаний в том числе. Три муниципальных предприятия готовы обслуживать жилые дома. Жилсервис, Универсалбыт и МПОСО уже получили лицензии и намерены бороться с опризнанием потребителей. Муниципальные управляющие компании должны будут задать новый стандарт оказания услуг на местном рынке ЖКХ. Они займут место тех десяти управляющих компаний, которые так и не смогли подтвердить качество своих услуг. Управляющая компания, которая не получила лицензию или была лишена, значит, она обязана управлять до того момента, пока мы не определим с домами. В наследство от не получивших лицензию компаний осталось полторы тысячи домов. В открытом конкурсе определят, какая из трех муниципальных организаций какими домами будет управлять. Сейчас в муниципальные компании набирают сотрудников, дворников, слесарей и мастеров. Решают вопросы с помещениями и закупкой спецтехники. На это из городского бюджета выделено 50 миллионов рублей. В феврале лично я сталкивался с тем, что много посредников в этой теме. Значит, обратите внимание, чтобы были поставщики прямые. И потом доложите мне, насколько эта цена снизилась. Алгоритм уже показан при закупке техники для дорожного хозяйства. Значит, надо идти этим алгоритмом. Убирать посредников и минимизировать цены. Делать покупки выгоднее для города, для бюджета города. Глава администрации Олег Фурсов подчеркнул, в этот переходный период не должно случиться так, чтобы жильцам перестали приходить квитанции. Собственники жилья и квартиры-съемщики не должны становиться должниками. Кроме этого, он поручил сократить этот переходный период до минимума. Уже в середине августа муниципальные управляющие компании должны в полную силу приступить к работе. Жители, которые столкнулись с проблемами обслуживания жилья при смене управляющей компании, могут обратиться на телефон горячей линии департамента ЖКХ. Даже горячие линии у вас есть. Сегодня у нас горячие линии. Вопрос от Натальи Алексеевны. Делали ремонт в двух подъездах на третий, денег не хватило. Солнечное 15. Теперь нам куда обратиться, чтобы выяснить, куда делись наши деньги? Ведь мы планировали на три. Мы пенсионеры. Обратиться понятно, что в управляющую компанию, но мы ваш вопрос возьмем на контроль и разберемся, куда ваши деньги делись. Следующий вопрос Александр Ильич задает. Между Ставропольской и юных пионеров юбилейная улица развалилась. Дорога. Как и когда будут ремонтировать во дворах дороги? Ремонт внутриквартальных домов, дорог до сих пор тема такая актуальная. Как жителям определиться? Как и когда? И до кого достучаться? Конечно, это не совсем по компетенции, но тем не менее, значит, вопрос по дворовым территориям необходимо обратиться в департамент благоустройства. А по непосредственно также по ремонту дворов и детских площадок в городе существует программа, в которой необходимо участвовать непосредственно населению при желании благоустроить, поставить детскую площадку. То есть такая программа существует. И в ней нужно просто участвовать? Да, в ней надо участвовать просто. И последний вопрос. Вот на ваш взгляд, как повысить уровень работы и качество обслуживания управляющих компаний? Вот что должно произойти? Потому что все мы ждем чистых благоустроенных дворов, хороших подъездов, нетекущих крыш и так далее. Но самое важное это участвовать, вникать непосредственно, значит, нести ответственность за свое имущество. Не только, что мы его сдали, заключили договор, и пускай кто хочет за него отвечает. Это наше имущество, мы за него такую же ответственность несем. И поэтому необходимо в любом случае принимать активное участие, участвовать в управлении домом. Не доверять, скажем так, посторонним лицам, значит, голосовать, значит, за те направления, которые вам неприемлемы. Бывает так, что, значит, приходит уже по факту, нам выбрали управляющую компанию, а мы об этом не знали. Это как раз говорит о том, что мы, ну, не работаем непосредственно, значит, коллективно на общем собрании и не принимаем определенных решений. То есть при участии, при постоянном контроле непосредственно со стороны жителей, ну, мало компаний, которые будут выполнять качественно, если увидят, что контроля за ихней работой непосредственно нет. Ключевые слова услышали, контроль жителей. Спасибо большое за то, что пришли, ответили на многочисленные вопросы. Успехов и удачи. Спасибо вам за внимание и активность. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!